Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1048. Событие дня. Второзаконие 25.17. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути. За 29 октября 2018 года. Полный тексак. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак. Когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ее и сгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь. То есть, это же от 3 до 5 миллионов примерно шло. Вот эти женщины с ребенком, они же ее рожали дорогой. И бывает где-то присела за кустик, а они в это время стреляли, убивали людей, которые ну, предоставали их. А зачем я эпиграфом это взял сегодняшний? А вот те, которые гоняются за мной, это Амалик. Господь изгладит их с Поднебесной. Узнают, с кем я переписываюсь, и на них наваливаются. Ну, а мне люди-то эти пишут. Такую мерзость пишут. Главное, на меня. Ролики чуть не каждый день составляют. Самое пакостное отребье земли собирается. Но это же награда от Господа. Не забудьте, что Господь изгладит их из Поднебесной. У них ничего нет. И они не понимают. Это оставшиеся осколки Амалика. А почему? 1 Коринфянам 10,6. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними как образы. А описано в наставлении нам, достигшем последних веков. Меня спрашивают, а зачем они эти делают? Синдром падшего демона. Зачем черчи соблазняют людей? Ну, зачем? Когда они погибли. С собой утащить? Так и эти. Нападают, а человек рот раскрыл, там они в это время его добивают. Да куда вы пошли, да за кем пошли? Люди верующие. В общине находятся. А они, ну, просто я знаю, целую переписку устраивают, потерявшие страх Божий. Почему? А они забыли Бога. Как Он встретил тебя на пути. Как Он поступил. Я их имена все знаю. До одного. И нападают, когда на наших. Близко там. Вот на Соболевой Юрии. Да он им такой отпор дал. Больше ни разу не идут. Напали там на еще на одного. Сейчас на Влеську. Долбят ее. Ну, что сказать. Дети Амалика. Внуки, правнуки. А могут они не глотить? Нет, не могут. Можно, чтобы бесы не соблазняли людей? Не могут. Ну, заведите себе свой видеоканал. Образуйте деревню. Соберите людей одномысленных. Добейте статус. Получите. Ведь что, слабого? В всей России пока нет никого. Никого. Попытки-то были, да? Были. Были и дома строили. Один мужик приехал. 48 только грузовых автомобилей. Если я не ошибаюсь. И там наш Игорь Глушков у них был. А дальше что? Ну, дальше. Ну, неверующие собрали. Что там было? Разврат. Воровство. И все рассыпалось, как будто никогда не было. Не было. Одновременно в одном районе, Мамонтовском, начинали строиться. С Сыропятого. Там, говорит, Скрипачев. Или кто? Я могу не точно назвать фамилии. Ну, вот и так. Начните делом заниматься. Я обращаюсь к недругам, которые есть. Мне-то это нисколько никак. Я только омолюсь. Весилие о вас молитву, чтобы Бог дал вам прозрение ума. Чтобы судный день не поменил ваше безумие. Это одержимость бесовская. Синдром падшего демона. Притом непрерывно пишут. Подыскиваются. Гадости пишут. За каждое слово хватается. А у них ничего нет. Да и как им отвечать? Только время терять. Они с сожженной совестью. Совершенно. Прелюбодеев. Учит, как правильно в семье вести. Ужас какой пошел. То есть, самое скверное. Вот представьте, коррупционер учит, как коррупции избежать. Взятки, которые человек берет, он учит, чтобы не брали. То есть, чтобы на него не подумали, как Достоевский говорит, врагу совет, упрекая противника в том, в чем сам виновен. Ему особенно будет обидно. Ну, что обидно? Тут так понятно. Какая обида? Сожаление, горе. Посчитайте вот это все. Вчерашний день был, понедельник. Здесь у нас объявление. Вот тут. Просчитайте. Умерла мать. От отпевания как было. Вот я даже не указываю имена, не фамилия. Они там лезут, просто ищут где. Ну, а так-то им никак не найти. Никак. Пишет. Игнатий Тихонович, благодарю вас. Мне очень интересно вас слушать. Правда, не все понимаю, но я приду к этому. Спасибо. Мирва Магнатихович написала митрополиту Иллариону в Нью-Йорк насчет крещения, но ответа так и не получила. Видимо, таким, как я, там не занимаются такими. В одном из ваших роликов, под номер 6568, Америка, ищущий, находит, стучащим, отворит. Вы разговаривали с мужчиной из Америки. Он хотел создать православную церковь в штате Флорида. Пригласить священника из России. Крестить полным погружением и другое. Вы с ним давно общались? Смог ли он начать то, что хотел? Нашел ли священника? Хорошо спрашивает. Не сделать, а начать. Ну, вот сделайте, отобразуйте общину. 21 тысяча погибших сел. Начинайте работать-то. Ну, ни одного нет. Никто не хочет. Как мне пишут, говорят, они на вас нападают, а сами от теплого унитаза задницу оторвать не могут. С нуля начинать. Первая борозда. Первая корова, первый теленок, первый класс. Открыть школу, построить храм. Все своими руками. Дороги проложите. Выкопайте пруды. Мы просто копали на ровном месте. Старые восстановили. Шесть прудов. Ну, вот так. С рыбой еще не совсем каждый год покупают. Но кости не вырастает. Она углубить не смогли. Потому что за один только пруд прочистить затребовали миллион. Даже не верится. Человек вообще не знает цены деньгам. Вы с ним давно общались? Смог ли он начать то, что хотел? Нашел ли священника? Меня очень заинтересовало то, что он говорил насчет создания общины и открытия церкви. Но не знаю, удалось ли ему хотя бы сделать первые шаги к тому, что планировал. Еще вопрос про грех блуда. Моя сестра православная, верующая, работает в церкви. Правда, в пресс-фитерской. Играет на пианино во время служб. Она замужем за католиком, верующая, но перестал ходить в церковь лет через десять после регистрации брака с моей сестрой. Не исповедуется, не причащается, брак зарегистрирован, но не венчан. Она не могла венчаться в католической церкви, а муж не хотел венчаться в православной. На данный момент он все равно не хочет венчаться в православной церкви. Сестра перед браком с ним, можно сказать, была неверующая. Обращалась к Господу только несколько раз с просьбами, когда ей что-то было нужно. Сейчас вера ее укрепилась, так как работает в церкви. Живут ли они в блуде, так как брак не венчан? Очень благодарна за ваш предыдущий ответ. Спасибо вас, Христос, Юлия. Отвечаю, желать и довести желаемое до конца, да еще в таком непростом деле, как создание общины, увы, это удается едва ли десятой доли от процента, всего лишь одного процента. Мне за всю жизнь в вере, за 56 лет, пока ни одного случая не пришлось увидеть. Я говорю об общине православной, соблюдении заповедей Божьих, о строгости, о хождении в духе святом, чтобы все были крещены поистине, с полным троекратным погружением, чтобы каноны работали все. Повторяю, что ни одного случая пока не видел и не слышал. Хотя я допускаю, что, может быть, и есть где-то далеко-далеко. Тот человек ни разу на меня больше не выходил. Но когда мы говорили, я не верил даже ни на грамм, что сможет он что-то сделать. То, что мы начали себя с нуля, при самом великом крушении империи зла, когда инфляция была с 1991 по 1997 год, 10 070. Я точно с такой даю. То есть, если там стоила рубль в 1991 году в начале, то теперь уже в 1997 году 10 070. На это кто постигнет, если не поможет во всем деле этом сам Господь Бог? Псалом 126, первый стих. Если Господь не содержит дома, напрасно трудятся, строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Относительно брака. Это пусть уж разбирается тот, кто там у них есть, ксенц или священник православный. Если оба были неверующие в момент соития, то жить можно, но нужно потрудиться, чтобы было согласие и повещаться. А если верующие вышли за неверующие, то сие есть блуд. Больше ничего сказать тут никак нельзя. То, как есть. Вшера была у меня беседа, записали ролик, он здесь есть. Что боязливый Господь не посылает ни на проповедь, ни на миссионерство. Покажу сейчас. Это мой мир, люблю эту систему. Это наш форум, православный форум Игнатия Лапкина. 1600 тем. И наш канал. Очень большой канал. 12 970 роликов. Ну, почти 13 тысяч. Тысяч. Не слов, ответов, а роликов. Ну, а вот это вчера, сегодня я говорю, вот это вот. Как раз мы беседуем. Ну, все, пока. Ну, еще у нас православный библейский сайт показать. И на этом, на сегодня у нас все. Во славу Божию. Продолжение следует.